В экономическом положении Украины наметились первые подвижки к улучшению. Конечно, вся украинская экономика пока не поднялась. Она испытывает тяжелые времена. Экономика у нас старая, унаследованная от СССР. В основном она питается за счет экспорта металла, за счет транзита нефти и газа. То есть отсталая такая экономика и, к сожалению, капиталисты, которые правят сейчас Украиной, не очень ее развивают. Они в основном ругают советский строй, ругают коммунистическую партию, в которой значительная часть из них состояла. Но экономику не развивают. Однако есть уже и приятные моменты. На днях я с радостью узнал, что американское правительство в этом году выделяет 126 миллионов долларов на развитие демократии в Украине. Это означает, что повезет в Украине не всем. Но некоторым все-таки повезет. Повезет тем, кто будет развивать в Украине демократию. А такие профессиональные развиватели демократии у нас называются гранатоедами. Кстати, большинство из них, как ни странно, носят неукраинские фамилии. У некоторых из них папа живет в Грузии, мама живет в Соединенных Штатах, а он заявляет, что он украинец. Некоторые из них учат своих дочек в Британии, как, например, одна моя знакомая девушка, 50 с лишним лет, которая держит сайт, пишущий всякие статьи на тему телекритики. Вот большинство гранатоедов у нас такие. Но эти 126 миллионов они распилят, будут развивать демократию. Я надеюсь, что не только их дочки будут учиться в Британии, не только своим бедным мамам они будут посылать деньги в США, полученные от правительства США, чтобы мамы в США не страдали. Но и демократии у нас станет больше. Поэтому я очень рад за тех грантоедов, которые называют себя украинскими грантоедами, и которым достанется 126 миллионов долларов США. Может быть, хотя бы эти грантоеды будут меньше давить на украинский народ. И хотя я уверен, что демократии от их деятельности не прибавится, но, возможно, они станут такими же толстыми, как жители американской глубинки. Примерно половина этих жителей страдает избыточным весом. И наши грантоеды, я надеюсь, тоже разъедятся, потолстеют, станут добрее, демократичнее. Одним словом, ребята, я за вас очень рад. Пилите эти 126 миллионов, только я вам очень прошу, не поделитесь между собой. Потому что вы очень часто, когда дело доходит до денег, сразу делитесь на несколько частей, возникает из одной пары сразу две пары, из одного руха сразу несколько рухов, нунсы у вас разваливаются. В общем, все у вас буквально разваливается, и потом ваши вожди удаляются в какие-нибудь очередные старые, новые, большие или малые безрадичи. И вы опять скучные и грустные сидите, ждете, когда американское правительство подкинет вам денег на развитие демократии. Поэтому пилите эти деньги, но не деритесь между собой. Ведите себя прилично. Вы все-таки представляете лицо демократии.